Приветствую вас, ну что, будем разбираться с тем, что вы написали. Итак, помогите разобраться и решиться на правильный шаг. Здесь у меня Анастасия к вам будет, пожалуй, сразу первый вопрос и первый комментарий. Правильный шаг – это какой? Правильный шаг – это с точки зрения кого? Правильный шаг. Правильный шаг – это как? Правильный шаг – это для кого? Могли бы вы вот пояснить вот эти моменты? Потому что они, в общем-то, очень важны. Понимаете, правильных шагов и неправильных шагов, в общем-то, нет. Есть только ваши интересы, есть то, что вам нужно, есть то, что вам важно. Есть то, чего вы хотите. Есть ваши представления о себе. Есть ваши ценности, есть ваши взгляды. Вот это является реальным. Это неправильно или неправильно. Да? Это не может быть правильным или неправильным. Это просто есть. И если вы подобные вещи, грубо говоря, игнорируете, да? Что ничего хорошего из этого не происходит. Потому что волей-неволей вы переживаете кризис, вы переживаете трудности, вы переживаете, по сути дела, проблему. Ну, проблему имею в виду, вы переживаете негатив из-за этого. Вообще, когда говорят, правильный шаг, правильный, ну, поступок, да? Мне всегда видится, что человек пытается следовать каким-то нормам. Но на самом деле, какие могут быть нормы, если мы говорим об отношениях человеческих? Если мы говорим о том, что касается, ну, например, вас, да, именно вас. Как можно говорить здесь о том, что правильно, а что неправильно? Вы только вдумайтесь в этом. Поэтому исходите здесь, именно в этом моменте, нужно вообще вам обратить свое внимание на то, я-то чего хочу? Я-то сама чего хочу? Я-то сама, как считаю, должно быть, вот, по-моему, неправильно или неправильно, а по-моему. Вот из этого нужно исходить. Дальше идем. Так, общаюсь с мужчиной 4 месяца. Ну, это срок не очень большой. Правда, вы не написали свой возраст, но срок это небольшой. Ага, он старше меня, насколько старше вас? А если намного, ну, там, например, начиная от семи лет, то это уже тоже может быть проявлением какого-то такого, знаете, конфликта, я бы сказал, вашего внутреннего. Вот. Далее вы пишите о том, что он не был женат, у него никогда не было детей, он никогда не был женат, и, соответственно, он такой очень свободолюбивый и независимый. Вы знаете, если женщина выбирает себе вот такого мужчину, да, то она, вероятно всего, ну вот, по крайней мере, об этом говорит психоаналитическая теория, да, и, в общем-то... наука. Женщина такая, она боится отношений подсознательно, она боится близости, она избегает отношений. То есть, она хочет отношений, вообще, она хочет отношений. И желание быть, ну вот, там, с мужчиной, да, желание иметь отношения, это, безусловно, есть. То есть, ну а как, так, как по-другому. Вот. Но, сама она отношений боится. И вот, это то, что, мне кажется, применимо к вам. Вы выбрали такого мужчину себе, который, ну, в общем-то, свободолюбивый, да, независимый, у которого никогда не было брака, у которого нет детей. Понимаете? То есть, вы уже, как бы, знаете, что ожидать от этого мужчины. Вы уже, как бы, понимаете, чего от него ждать, в принципе. Но, тем не менее, тем не менее, вы с ним, и вы надеетесь, что у вас с ним что-то получится. Вот. Поэтому, поэтому, скажем так, ваша, ваша ненацеленность на отношения, да, она, она вызывает вопрос. Вы можете сказать, так, а как же ненацеленность? Я же, собственно, и проблему свою, именно вот, ну, в этом ключе обрисовываю, да, что человек не хочет серьезных отношений. Как же я ненацеленно? Понимаете, какой момент? А вы другому человеку предъявляете, как бы, претензии, что это он, вот он ответственен за то, что вы несчастливы. Это он ответственен за то, что, ну, в общем, в общем, что у вас не складывается личная жизнь, например. Но, в действительности, это не так. В личных отношениях вы ответственны за себя. В первую очередь. Не кто-то другой, а вы. И только вы. Поэтому, если вы считаете, что такие отношения для вас неприемлемы, что, ну, такие гостевые отношения, да, не для вас, вы имеете полное право так считать. Вы имеете полное право их не признавать, вы имеете полное право их не хотеть, но тогда нужно что-то делать, чтобы их не было. Мужчина, тем более старше вас, поменяется, ну, вряд ли. То есть, может быть, он и поменяется, но уповать на это рассчитывать не стоит. Особенно, особенно не стоит. А если нет стимула у мужчины меняться, если вы не даете, не даете человеку стимул для того, чтобы, вот, ну, чтобы что-то делать. Мужчина, мужчина, существо ленивое. Вот. Поэтому, не стоит от него ждать, что он просто так вот однажды возьмет и поменяется. Не поменяется. Сам по себе не поменяется. Надеюсь, это понятно. Этот момент. Дальше. Весит себя независимой и свободолюбивой. Ну, вот здесь, мне кажется, есть нотка зависти. Так, ага. Что он вот такой, а вы, а вы другая. Что вы, не вы не можете быть независимой и свободолюбивой. А наши встречи проходят раз, эээ, раз в две-три неделю. Раза, эээ, раза два-три в неделю. Ну, в принципе, это не так уж и, в общем-то, мало. Раз, два, эээ, раза два-три в неделю, это не так мало. Вот. Почти пол недели вы проводите вместе вместе. Знаете, люди, которые живут в семье, они проводят времени, я уверен, меньше, чем проводят и время вместе вы. Вот. А, значит, ээээ, ну, опять же, здесь я должен сделать акцент на том, как формировался регламент встреч. То есть, грубо говоря, эээ, вы хотели того, чтобы, эээ, отношения, ну, чтобы, ээээ, вот так это было. Или как. Или он этого хотел. То есть, важный момент, на самом деле, вот, ээээ, раз за два-три в неделю, это чья инициатива? Собственно. А, если ваше, то одно, эээ, дело. Если его, то другое дело. Вот. То есть, мне, мне, эээ, думается, что нужно всё-таки, вот, эээ, как-то вот здесь, эээ, ну, знаете, определиться, на самом деле. Ээээ, опять же, если вы хотите больше встречаться с ним, это один момент. Если вы хотите меньше, например, ну, допустим, да, это другой момент. Тут надо, ну, тут, и, и, тут очень важно, кто инициирует эти самые встречи, кто отвечает за то, ээээ, сколько количество раз, ээээ, вы встретитесь на неделю. Знаете? Вот. Там это пока и просто, вот, знаете, такие, такие, ну, ээээ, голые факты. Просто. Вот. Встречаемся столько, видимся столько. Ну, и... А дальше что? Что вы встречаетесь столько, видите столько. Дальше. Мы или куда-нибудь, эээ, ходим, или просто проводим время у него дома. Ну, и вы считаете, что этого мало, что этого недостаточно? Вы хотели бы по-другому как? Или что? А, всё очень мило и хорошо. Он меня очень привлекает. Чем? Чем привлекает? Но формат наших отношений мне непонятен. Угу. А формат вашего отношения к молодому человеку, эээ, вам понятен? Эээ, формат вашего отношения к мужчине. Именно ваше, вот как вы, эээ, относитесь к мужчине? Именно вы. Как? Относитесь к нему? Знаете, эээ, только в том, что вы не должны на самом-то деле, эээ, понимать ваши отношения. Ну, хотя бы потому, что, эээ, помимо вас, да, помимо вас, а, есть ещё и он. И, то, что, вот, связано с ним, эээ, всегда будет для вас такой, своего рода, загадкой. Поэтому, пытаться понять, эээ, значит, эээ, ну, вот, мужчину, да, бесполезно. Тем более, что он вам не даёт прямые ответы, опять же. Вы себя постараетесь понять. Вот вам, эээ, у вас какое отношение к мужчине? Понимаете? Если вы воспринимаете его как, эээ, значит, любимого человека, да, ну, можете сказать так. Я воспринимаю его как любимого человека. Хорошо. Эээ, что это значит тогда? Любимый человек для вас это как? Это кто? Если как партнёра, тот же самый вопрос. Так, связано в том, что он довольно часто говорит такие фразы, я привык быть один, до сорока не женюсь, эээ, я не скучаю, и всё в таком духе. Ну, судяем того, что он независимый и свободолюбивый, как вы говорите, эти фразы для него нормальны. Ну, эээ, только-только в том, что не свобода, это и не независимость. Эээ, если человек что-то отрицает, эээ, это не свобода. Это, наоборот, своего рода, эээ, не свобода. Потому что человек человек, может быть, и хотел бы отношения иметь, ну вот, например, с вами. А, не может. Не может. Потому что, эээ, он боится близости. Так же, как боитесь близости вы. Скорее всего. Ну, вот. Ну, только, эээ, у него это, эээ, совсем по-другому реализовано, нежели чем у вас. Вот. Поэтому фразы, фразы эти, они для него нормальны, для мужчины. Он говорит так, он думает так, он считает так, это его право. Вы, опять же, сами для себя, эээ, определите вам, эээ, как вот, мужчина, который говорит подобные вещи. Как воспринимается то, мужчина? Вам. Если вы считаете, что это вообще неприемлемо, вот вам уже как вариант. Ну, если вы считаете, что это, ну, нормально, имеет место быть. Другой момент. Знаете? Какая... Тонкость. Поэтому, эээ, опять же, не важно, что он говорит. Не важно. Важно, как вы считаете, важно, что вы считаете, важно то, что вы думаете. Вот. Это, на самом деле, единственная важная ценность здесь. По факту. По факту. Да? Дальше. Идём. Так. Эээ, иногда задают мне вопросы, типа, ты с кем-нибудь познакомилась, на свидания ходила, почему нет? Я был, эээ, я был, эээ, ну, я был за тебя бы рад, я так понимаю, вы это хотели написать, а мне это не понятно. Мужчина боится близости. Эээ, Анастасия. Просто боится близости. А на мои вопросы не дают чёткого ответа. А какие вопросы? Спрашиваю, внутренне ли тебе всё это? Эээ, опять же, Анастасия, а почему вы решили, что мужчина должен давать вам ответы на такие вопросы? Ну, вот, мне лично, эээ, как-то вот, эээ, вообще непонятно эта ситуация. Эээ, вам, мужчина, сразу, эээ, обрисовал границы. То есть сказал, что вот, эээ, я, эээ, свободолюбивый, независимый, да, эээ, мне, как бы, эээ, не нужно ничего. Ну, не нужны серьёзные отношения. Как, как бы. Вот. И, соответственно, вы ему задаёте вопросы, которые априори должны, эээ, человека поставить в, ээээ, ну, в определённой, ээээ, значит, в определённой ситуации, в определённое положение. Для него нежелательно. И, тут, как бы, у меня опять же вопрос. Вы спрашиваете у него зачем? Для себя. Для себя спрашиваете. А что именно для себя спрашиваете? Что-то вам не понятно. А что вам не понятно? А непонятно вам реализуется ли ваше желание или нет? А от кого зависит ваше желание? От мужчины. А как получилось так, что ваши желания стали зависеть от другого человека? Эээ, грубо говоря, эээ, вообще, эээ, кто дал право мужчине, ээээ, монополизировать, ээээ, ваше, ээээ, ну, вот, счастье, ваше желание. Право на реализацию ваших желаний. Ведь вы же именно поэтому спрашиваете у человека, эээээ, ну, задаёте ему все эти вопросы. Именно по этой причине. По причине того, что вам нужны ответы на ваши вопросы, которые интересуют вас. Ну, вы же, вы уверенный в себе человек? Если да, то все ответы на вопросы вы уже знаете. И все они, точнее, эээ, точнее, желания, которые стоят за ними, ээээ, все это находится в ваших руках. Именно в ваших. Не в его, а в ваших. Вопрос только в том, хотите ли вы брать ответственность за это. Хотите ли вы, например, признать, что, допустим, к человеку у вас есть чувства? Да, отдельный момент, ээээ, какие чувства? Это отдельный момент. Потому что, ну, чувства, они разные бывают. Но есть чувства. Готовы ли вы разобраться в своих чувствах к молодому человеку? Понять, что это такое? Чтобы не спрашивать. Так, значит, спрашиваю, нужно ли тебе все это? А вам? Почему вы его-то спрашиваете? Вы, как будто, не участвуете в отношениях. Говорит, что не знает, сам себя не понимает, что у него много дараканов в голове. Ну, это, опять же, страх ответственности. То есть, человек не готов взять ответственность за вас, как за пару. Когда спрашиваю о том, есть ли у него другие подруги, с которыми он встречается, не отвечаю. Ну, потому что не хочет признаваться, не хочет раскрывать свои карты. Здесь 50 на 50, да, что подруг нет, или что подруги есть. То есть, может быть, у него подруг нет, он только с вами, но он не хочет признать это. Он просто боится, что вы поймете, что он только с вами, и все замечательно. И он боится, что вы будете использовать его. Либо подруги есть. Но это никак не проверить, на самом деле. И вы не можете, вы не можете вставить, вы не можете вставить себя в какую зависимость от человека. Понимаете, вы не можете этого сделать. Это несправедливо по отношению к вам, и несправедливо по отношению к нему. Потому что он, в общем-то, тоже за вас, как бы, ответственность, ну, вот, пока он не является вашим мужем, да, нести не обязан. Так что, здесь, на самом деле, есть вещи, о которых вам стоит подумать. То есть, природа, природа ваших вопросов, да, природа того, почему вы задаете именно, вот, такие вопросы, и так далее. Что за ними стоит, за этими вопросами. Дальше. Так, не просто уходит от ответа, а говорит, что это коварный вопрос, и ответа на него не даст. Ну, в принципе, я думаю, что так же все остается, да, то есть, 50 на 50. Ну, вот спросите себя, готовы ли вы быть подвешенной из-за воли другого человека? Если да, если, по сути, вы и являетесь подвешенной, то, соответственно, что вам это дает? Ну, разбираться, вот эта подвешенность, это что такое? Это проявление негативного сценария поведения. Отношение к себе, своих установок, своих целей. Расторовка сил внутри вас, между тем, что вы хотите, и тем, чего вы должны. Понимаете? И то, что вы получаете от этого положения, от этого вот состояния подвешенности. Так, я в смятении, да, 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 Анастасия, вот именно что вы в смятении, вы в смятении. Вот это именно то состояние, к которому вы стремитесь. Либо вы хотите этого состояния специально, ну, по ряду причин, да, я сейчас не буду говорить, зачем оно вам. Либо вы хотите, вы стремитесь к этому состоянию, вот. Либо вы просто-напросто не умеете из него выходить, то есть вы оказываетесь в нём, а вот что делать дальше, вы, по сути, в общем-то, и не знаете. Вот. Понимаете? Какой момент? Вот. Так что, вот смятение, это ещё и сброс ответственности. Себя. То есть я в смятении, и всё, я ничего не буду делать. От меня, значит, ничего не зависит. Вот. Вот. А я ничего не могу. Ну, по факту. Получается. Вот. Вот это то же самое, что и состояние шока. Вот. Ну, такое же вот состояние. Состояние шока. Когда человек находится, да, он вот так же. То есть он ничего не делает, он никак не отвечает за себя. Знаете? Вот. За свою жизнь человек не отвечает. А ведь он по-преднему несет ответственность за неё. Понимаете? Какой момент? Дальше. Спросила, зачем я тогда тебе? Зачем ты со мной? Ну вот, понимаете, да, это вот уже чисто вот, вы требуете. То есть вы что-то для человека делаете, а теперь вы его преследуете. Преследуете. Здесь нужно разбираться, что вы делаете для человека по желанию, что вы делаете через силу. Чтобы не возникало потом у вас обкатов, прощающих вот такие вопросы. Он вам, он отвечает. Потому что ты принимаешь мои условия. И это действительно так. Но вы принимаете условия не добровольно, а ради чего-то. Ради какой-то цели. Так, может быть, не стоит? Может быть, не нужно принимать условия ради какой-то цели? Может быть, вы либо принимаете условия, и вы находитесь просто с человеком. Либо вы сразу предъявляете определенные требования. И уже непосредственно по этим требованиям идете. Иначе получаются двойные стандарты какие-то. А если отбросить эти слова и разговоры, судить по поступкам и действиям, то все просто замечательно. Нам хорошо вместе и ознакомимся с его родителями и друзьями, которым он представил меня как девушку. Как девушку какую? Его девушку? Или просто девушку? Мы ходим вместе в магазин, готовим ужин, смотрим фильмы, просто обалдеем вместе. Ну, это, знаете как, это люди, они, я имею ввиду его друзья и семья, они знают, что мужчина он такой вот свободолюбивый. Свободолюбивый. И они, ээээ, привыкли, вероятно, к тому, что у него появляется девушка-кряничка. Вот. Поэтому я не думаю, что девушка и семья это показатель. Эээ, того, что он серьезный. А только с этим времяпровождением, то, ну, ему просто хорошо с вами, он проводит время, так же как и вы. Почему? Нет. А, ни к чему не обязан. Все здорово. И шикарно. Ну, на мой взгляд. Поэтому, эээ, здесь, понимаете, важно именно намерение мужчины. А намерение мужчины я, в общем, не вижу. Вот именно намерение. То есть какие-то действия есть, да. Но это не намерение. На самом деле. Вот. Поэтому, эээ, здесь, мне кажется, вам нужно смотреть не на то, что он делает, да. Эээ, не на то, как он, эээ, проводит с вами время. А, скорее, на его общее поведение. То есть он с вами взаимодействует. Хорошо. Он не дает гарантий никаких вам. Это его выбор. Это его настоящий выбор. На самом деле. Не давать вам, эээ, гарантий. Каких-либо. На самом, на самом деле. И вы либо принимаете это, и наслаждаетесь каждым, эээ, моментом, эээ, вот, которые, ну, которые провели с ним. Либо нет. Либо не принимаете, и уже идете дальше. Так, эээ, значит, он не отказывает, эээ, ни в помощи, ни в совете. В чем же, эээ, тогда в чем же все дело? Я ответил на ваш вопрос. Эээ, у него страх ответственности и близости, у вас, в принципе, то же самое. Эээ, может, я сама себе выдумала образ прекрасного мужчины, и не вижу реальных фактов. Да. Эээ, вопрос в том, для чего вы выдумали себе образ прекрасного мужчины. Знаете, у данного, эээ, у данной активности, скажем так, у данной активности всегда есть причина. Это не та активность, которая, эээ, работает и хаотично, и спонтанно, на самом деле. Потому что, эээ, ну, вы не придумали бы, эээ, образ мужчины просто так, вот, знаете, ну, вот, просто захотелось, и я вот, эээ, придумываю. Это не работает так. Если вы, эээ, придумали, значит, на это были причины. И основной момент в том, какие причины. Причины такие, что либо вы придумали специальный образ идеального мужчины, эээ, с которым вы заведомо, например, не можете быть. Допустим, ну, то есть, это образ, эээ, такого мужчины, эээ, с которым, эээ, вам, ну, априори, ээээ, невозможно находиться. То есть, тот, кто в любом случае не дотягивает, при том, что реальный человек, он немножко другой. Либо вы, эээ, очень, эээ, под сильным воздействием находитесь свои, находитесь, эээ, своих желаний, которые создают образ этого мужчины. Но в любом случае вы его идеализируете, это так. И у идеализации есть свои желания, эээ, есть стимул, точнее. Эээ, умом понимаю, что его слова прозрачны и честны, и что он отвечает мне не то, что я хотел бы услышать, а именно то, что есть. Нет, на самом деле, это не так. Мужчина с вами играет, он не отвечает, что ты есть, потому что он не говорит, есть ли у него подруга или нет. Эээ, так что здесь у вас, эээ, противоречие, как минимум, эээ, в тексте, потому что мужчина, он нечестен до конца, он не говорит все правды. Эээ, как известно, худший, худший, эээ, вид лжи, это полуправда. Вот, вот этим мужчины занимаются полуправдой. Эээ, но я, как уродовый хачкак, не могу их снять. Это у вас, вот, либо желание, либо сценарий. Либо, по прежности, которые вы не знаете, как удовлетворить, эээ, иным путем, либо это негативный сценарий, который идет еще, еще и с детства. А есть ли возможность наладить здесь отношения и добиться все-таки от него серьезности? Вам не кажется, что это, как бы, типа, насилие над человеком какое-то, эээ, таким образом происходит? Эээ, добиться серьезности, прямо добиться, эээ, ну, я не знаю. То есть, эээ, он вот такой, вы его таким приняли, ээээ, он такой свободный, эээ, как вы говорите, независимый, да? Ну, то есть, мы сейчас не берем в расчет то, что за этим кроется. А вы его хотите поменять и добиться серьезности? А вдруг он, эээ, серьезный такой, что вы его выносить не сможете? Как-то это, знаете, несколько странное принятие человека таким, какой он есть, если необходимо для эмоциональных отношений. А если вы не принимаете его таким, какой он есть, то здесь, конечно, возникает вопрос о том, эээ, кто он для вас? Не кто вы для него, а кто он для вас? Потому что, эээ, вы его поменять хотите, вы его изменить хотите, вы хотите, чтобы он был другим. Это вот немного странно, на самом деле. То есть, тут вам нужно подумать, а как я вообще к этому мужчине отношусь? Кто, эээ, что он для меня, эээ, что он для меня, эээ, представляет из себя, как бы. Вот. Потому что, тревожный это знак, в общем-то, что вы его поменять хотите. Вот. Добиться серьезности, зачем? Эээ, изменить отношения, зачем? Вы можете вести себя более естественно. Да? Ну, то есть, более самодостаточно, более самоценно. Вот. Вы можете это сделать реально. И, в ответ на ваше самоценное поведение, мужчина, эээ, может изменить свое поведение и отношение к вам. А может и нет. А так, получается, что вы его будете заставлять, ну, как вы себя заставляете, вероятно, эээ, делать для него то, чего вы не хотите. Он будет себя заставлять, а потом будет вас, вас обвинять. И здесь у меня опять же возникает вопрос, а откуда такая модель, эээ, отношений-то у вас? Между близкими, людьми, ведь она же взялась, наверное, не просто так, эта модель, отношений. Она же, наверное, откуда-то появилась. Вы же у кого-то научились вот такому вот навыку меняться, добиваться и так далее. Вот. Это важно. Или нет смысла с таким типом мужчин что-либо пробовать. Да нет, на самом деле, с любым типом мужчин есть смысл пробовать, важно просто соблюдать границы. То есть, если человек ненадёжен, если человек говорит, что, типа, ну, вот мы с тобой проводим время, но я, там, не женюсь и так далее, и так далее. Вы такая понимаете, ага, у этого человека немного другие цели, чем у меня. Ну, ладно, я буду с ним взаимодействовать, сама буду смотреть, там, на других, на других мужчин, там, и так далее, и так далее, и так далее. Может, кто-то посерьёзнее будет. Вот. Но с другой стороны нужно прислушивать их самим чувством. Нельзя семью и детей, например, делать самоцелью. Они не могут быть самоцелью. Поэтому, если мужчина вам нравится, если вы его, например, любите и именно любите, допустим, то вы просто принимаете его, и пока вы можете сделать его счастливым, вы делаете. Если вдруг вы перестанете и хотите его делать счастливым, вы не делаете. Если вдруг он решит уйти, это его выбор, это его право. Понимаете? Вот. То есть, вопрос такой, вам отношение самой, зачем вот именно вам вот это вот пробовать что-либо? Понимаете? Понимаете, ну вот, что значит пробовать? У вас либо есть какие-то, я не знаю, желания, то есть есть чувства к человеку и вы просто не хотите проводить с ним время, это одно, либо у вас есть какой-то план, который вы пытаетесь реализовать, это другое. Если вы сегодня решили, что так, мне нужна семья, допустим, но это не подходящий кандидат. Вот. Понимаете? Вот так. То есть, сперва нужно определиться с тем, чего хотите вы. отношений, приводить время, партнерство, я не знаю, созидельствовать, иметь партнера для секса, выйти замуж и так далее. Вот. Сперва нужно определиться с целями, потом выяснить природу этих целей. понять, соответствуют ли эти цели вашим ценностям вообще. и уже вот после этого будет понятно, что делать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!